Договоры бывают такие вот, а бывают и такие. Бывают даже такие. Короче, договор может быть разным, но он должен быть. И именно про это я сегодня с вами и поговорю. Да заканчивай уже, давай. Хочу с людьми поработать. Прощай. С вами Кира Уланов, Маркетс и Миревизор. И я по вам соскучился. А вы, наверное, соскучились по новым ответам на ваши вопросы, которые вы задаете в Инстаграме или пишете в комментах под выпусками. Ставьте лайк, если я прав. Не так давно у себя в Инстаграме общался с подписчиками на тему договоров, договоренностей и так далее. И, и, я решил посвятить этот выпуск этой важной теме. Давайте разберем, что дает договор. Железная уверенность в том, что обе стороны они соображают, на что подписались. Даже если потом начнется, я не я, жопа не моя, никто разбирать уже не будет. Подпись есть подпись, бумага не соврет. Точно вам говорю. В бизнесе договор это Рубикон, который делит, делит процессы на до и после. Возьмите за правило. Все оплачиваемые формы работ должны начинаться только после. Только после. Если вы делаете что-то до, то только бесплатные или ознакомительные услуги. В противном случае не надо бегать по улице с воплем. Меня кинули, меня кинули. Вас предупредили. Кстати, это все касается. Если вы, заказчики, не подписали с подрядчиком договор, не обижайтесь, если подрядчик будет делать что-то не так, как вы хотели. А теперь далее. Каким может быть договор? Ну, бумажным и цифровым. Для цифрового договора закон предусматривает три вида подписей. Про эти подписи вы можете почитать вот здесь. Само собой, чем серьезнее документ, тем более мощную версию подписи он требует. Также вот вам еще один список с примерами некоторых сервисов, где можно составлять и подписывать документы и договоры. Такими способами. Вполне рабочим вариантом являются зафиксированные устные договоренности. Например, переписки и записи со звона. Я уже говорил в одном из прошлых выпусков, почему важно все записывать. Вот в этом выпуске я, в частности, говорил. Ссылочку оставлю в описании. Если вы вдруг еще не смотрели, обязательно посмотрите. Это важно. Не лишним будет специально оформлять переписки и разговоры должным образом. Четко все формулировать, фиксировать утверждения, фиксировать сроки, все необходимые аспекты. Все эти материалы могут служить пруфами в случае чего. И самый важный вопрос. Можно ли работать без договора? Вполне. Но только при условии наличия у обеих сторон нужного уровня осознанности и, чего еще, взаимного доверия. Например, это актуально при работе с постоянными заказчиками или подрядчиками, которые доказали на практике, что не кинут и в случае неполадок готовы все уладить мирно. Но, но я все равно не рекомендую. Лишней защиты для задницы не бывает. В моей практике один из первых крупных договоров был как раз подписан, что называется, на салфетке. Это был договор с Дамиром. Дамиром Халиловым. Никакого контракта или документов мы не подписывали. Кстати, вот в этой статье я раскрывал детали этой истории. Изучите. Это реально интересно. Ссылку я также оставлю в описании под роликом. Все прошло хорошо, потому что обе стороны четко понимали задачи, имели нужный уровень осознанности и, важно, не имели никаких иллюзий по предстоящей работе. Ну а теперь я жду от вас заключения со мной договора. Договора на дальнейшую совместную работу. С вас лайки. С меня качественный и полезный контент. В качестве подписи подписывайтесь на канал и жмите в колоколь. По рукам этот выпуск для вас подготовил Кир Уланов, маркетинг-ревизор. Не забывайте задавать свои вопросы в инстаграме или в комментариях под выпусками. Увидимся с вами уже совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok